привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем играть в обрыве мы находимся в крипсе в которой спрятан щит 9 мы по ней побродили в предыдущей серии довольно обильно и в итоге пришли к такому вот помещению по нему прям видно что в нем закрыта какая-то тайна нам нужно пройти в эту дверь но чтобы это сделать нам нужно разобраться что же именно здесь нужно совершить насколько я понимаю вот этот какая-то подсказка давайте же потихоньку разбираться среди прочего в предыдущей комнате если кто помнит было похоже головоломка но там статуи должны были смотреть на меня и в этом случае дверь открывалась давайте я вам это продемонстрирую нас заперли нас просто заперли так хорошо ну давайте смотреть что здесь вообще и как можно поделать здесь ничего у меня есть идеи мы он там в том ящике добрали камень сейчас мы так и не положим сюда я думаю возможно тогда что-то произойдет единственного не очень удобно то что он лежит в сам конце этого огромного вентиля камень ротгара ничего как видите через прогресс хорошо ну ладно так куда подивался не просто куда подивался камень ротгара просто исчез давайте найдем череп и поможем его опять сюда же возможно это нам это поможет глобать этот метод не точек окей вы знаете чтобы сюда не кидал она тут и остается похоже что видите мы сюда положили уже две вещи в результате в результате все книги ротгары что-то происходит я пока не понимаю что но хорошо так что за книгу я даже прочитать не могу что ли печально я думал нам сейчас будет подсказка мы не можем использовать этот предмет а это что такое что это было я честно говорю сомневаюсь что делаю все правильно но тем не менее что-то же происходит значит что-то мы все таки что-то делаю такое дело что вот этот мы конец слепого котенка конечно да так мы положим окей что-то получилось и судя по всему получилось правильно но если вы хотите сказать что нам придется делать это меч так что если меч положить вот сюда а вы знаете тут похоже каждому нужно было что-то свое то есть каждый статус свой предмет сейчас мы будем наугады вставлять но мне повезло хорошо то есть переносы совсем не любопытно кубок родлера даже тебе можно положить узнать это по моему это была подсказка или что пока что я не знаю я думаю все-таки была подсказка так кубок не помогло череп понятно нужно класть правильное в правильное место камень нужно положить туда так сюда значит камень туда какой-то кристалл давайте по очереди давайте сюда попробуем череп класть это довольно занимательно я бы сказал учитывая что приходится станет проматывать самый низ не замогли как-то продумать получше на мой взгляд неправильно хорошо пока не что-то не сделал брали меч так на кубок нужен а меч давайте сюда же опять же чем это опять же проматываем до низу не сюда тоже не нашел таска печать чай фотка кристалл вот пробуем сюда теперь тогда просто не знаю мы к нему вот отлично еще одна сработала это не меньше получается меч рубри так сюда шлем сюда кристалл сюда какой-то рубин или туда или туда так хорошо мне как обычно не везет просто не канать молот выберет попробуй положить отлично еще что-то сама у нас постоянно затыки только мосина шутки знать отлично хорошо если дальше кубок кубок нужно поставить сюда все еще сделать уже пойдет даже родной нам не жалко на самом деле такие хорошие вещи отдавать честно реже вы души я бы себя должен поставил при ценности сюда сегодня насилить 8 штурмов метров прекрасно потому что постоянно либо мясо либо социальная часть надеюсь что такое окей вообще-то здесь была указка так что что-то вы парни не парите о черта или что-то положил просто рубин обычно положит . обычно еще на них вот можно теперь нашли все по сути уже добили так телефончик звонит что она осталась тут уже как бы не знаю блин что же сюда можно ставить конечно так отлично и к страдке кстати лекарство круто так ну и в принципе все да что же за лекарство рода река у меня тогда чуть не помню даже от предыдущей серии прошло уже некоторое количество времени еще одна головоломка и тут судя по всему а вот и он до щит сейчас мы скорее всего встретим какого-нибудь могущественного лича какой красавец великое восстановление интеллекта да это после попойки какой-то надо будет применить и потом резко так все таблицу миндерей исполнил хорошо мне удалось добыть щит крестоносца мне удалось добыть щит крестоносца и выполнить задание сэра хедрика нужно продолжить поиски реликвии о которой реликвий о которых упоминали призраки рыцарей круто мне понравилось хорошо теперь давайте выбираться отсюда потому что это подземелье было достаточно обширным предыдущая серия аж на час растянулась да и в итоге в тот момент когда записывал предыдущую серию результате сильно опоздал сильно-сильно мне был нужно кое-куда идти с этой серии и так там замешкался что он был не очень хорошо стараться такого не допустить больше должен я так и мы возвращаемся на поверхность у нас есть еще одна часть доспехов 9 и меня это честно говоря просто радует так но и сейчас мы поворачиваем направо и выход у нас там здесь можно все исследовали какие-то здесь душные маги обитались на самом деле потому что они чуть не западали одного местного не ну то есть не негра афросиродельца у них были приказы убивать любого кто сюда проникнет они то есть тоже хотели получить этот чит но были не настолько умны как я хорошо так и мы ходим в черный лес теперь нам нужно давайте посмотрим что нам нужно теперь лекарства от империзма сэр казимир так перчатки крестоносцы находятся в часовне стендера в коррале мне нужно отправиться туда и выяснить как их заполучить хорошо давайте займемся этим пока что эти задания крайне интересны ну и кроме того коралл я как вы знаете обожаю коралл один из любимых городов вообще мне больше всего пока что понравился ангел брума очень нравилось но там графиня какая-то не знаю борзая здрасьте а вот и она красавица прекрасно прекрасное здание жалко что они в каждом городе практически одинаково уникальная архитектура она конечно поинтересней так ну что вечереет будем надеяться никто еще не пошел спать доброе утро здравствуйте добро пожаловать командир про перчатки расскажите мне пожалуйста ах эти поговори о них сорил дуром это он оберегает людей от них орел дур меня слова увидимся конечно если ты будешь так менять голоса тут нет я сейчас забьюсь в угол и будут испуганно плакать потому что это жутко у тебя зоркие глаза лора бро пожаловать командир есть и перчатки расскажите перчатки да ими занимается рыбами где он орел дур по это ты или он где-то там что привело тебя сюда сын мой перчатки ах да перчатки были здесь веками я знаю только основную часть истории теперь она получает продолжение моя задача сейчас лишь в том чтобы оберегать юнцов от беды при попытках поднять перчатки да они очень тяжелые зачем они тебе позволь спросить я планирую забрать их о боюсь это невозможно их нельзя сдвинуть ни на йоту как если бы они были самой тяжелой вещью в мире ты разве не знаешь их истории я не настолько знаком с деталями вообще-то я знаю так знаю что произошло человек был проклят и в результате с него упали эти перчатки и теперь никто не может их сдвинуть этот рыцарь он в храме убил бродягу который просил у него денег ну то есть не рассчитал удар ударил ему тот упал и погиб ну давайте услужим услышим эту историю вдруг кто-нибудь прослышал кто-нибудь не видел предыдущей серии ну я не знаю всего но много-много лет назад рыцарь старого ордена сделал что-то ужасное и перчатки просто соскользнули с его рук они упали на пол прямо там где он стоял и никто не смог поднять их думаю это было знаком что стендар наложил на рыцаря проклятие это проклятие действует до сих пор бедный келлен кто такой келлен о ему выпало быть потомком того самого рыцаря из далекого прошлого проклятие тяготела над его семьей все эти годы теперь он страдает от него он пришел сюда из хамер фелла в поисках исцеления но ему ничем нельзя помочь полагаю он вероятно знает об этой истории поболее моего может тебе с ним поговорить если он в состоянии вы представляете какое-то проклятие то есть его деда там но или прапрапрадед что-то натворил а ты с рождения не можешь ни за что взяться то есть у тебя все вальцы из рук ты не можешь ни на чем сосредоточиться и ничего у тебя не получается с рождения вот этот человек реально попал расскажи мне про него мне его прям уже заочно жалко бедолага он внизу в холле часовни отдыхает ты можешь поговорить с ним если хочешь про перчатки есть еще какие-нибудь сведения ты у нас я смотрю сам осведомленный перчатки были здесь гораздо дольше чем любой из нас думаю так всегда и будет почти наверняка они будут покоится тут и когда мы все уйдем из этого мира и уж точно раньше рот келлина весь вымрет про проклятие расскажи это действительно ужасно можно только пожалеть тех на кого как на келлина безвинно легла такая ноша но но если это воли 9 мало что можно сделать ну спасибо за сведения ты был реально полезен удачного тебе дня только голос не меняй пожалуйста это очень страшно так хорошо давайте посмотрим на этого келлина вот этот пацан попал вот это вот реально бедолада это жестоко по моему этих богов есть чувство юмора определенно душа давайте скушаем груша может мы что-то давно ничего не кушали вина попьем винограда груши и земляники вот какая прелесть так хорошо и где же ты у тебя зоркие глаза драсти и что есть ли шанс исцеления нашел ли орел дур лекарства знаю он что-то от меня скрывает расскажи мне про перчатки ты знаешь вообще из-за чего все это их все видели полагаю и ты тоже единственное свидетельство того что произошло много лет назад ты знаешь я думал вдруг я подниму их может проклятие исчезнет если я смогу поднять их часами я не прекращал попыток до тех пор пока все мое тело не заболело и я еле мог двигаться я лежал на полу рядом с ними и плакал ну уж твоим проклятием точно ради это ты бы смог поднять конечно я стою на краю пропасти чтобы стыдиться чего бы то ни было расскажи мне про проклятие по моему это очень тяжелая ноша доводилось слышать об этом не так ли ужасное проклятие лежит на всей семье с незапамятных времен когда я был моложе я мог жить с этим было не так плохо но со временем становилось все хуже и хуже я пришел сюда где все это случилось в надежде что что-то можно сделать боюсь в любом случае у меня осталось мало времени орел дур позволил мне остаться в основном и жалости полагаю но есть что-то еще клянусь он знает больше чем говорит ты слишком подозрительный расскажи мне про него почему ты так думаешь я часто видел жалость в глазах людей я вырос привыкнув узнавать ее но орел дур здесь что-то другое а когда он говорит со мной то временами клянусь он будто сожалеет даже винит себя почему интересно что за причины у него утаивать сведения я знаю что обречен так или иначе поговори с ним если сможешь убеди его рассказать мне все что он знает это последнее желание умирающего так ты еще и умирающий чуть по тебе не видно ты кстати слышал слышал о пророке церковь никак не может оправиться после нападения на часовню дебеллы я не думаю что у кого-то есть время изучить слова пророка понятно ладно бывает посмотрим что я смогу сделать береги себя только сначала мы посмотрим на эти перчатки не все они где-то здесь то я бы хотел их увидеть здесь или может быть тут булка скушать булку хочу жрать здесь меня не боги не покарают за это это еще один проклятый будет спасать другого проклятого так тебе доводилось бы давайте посмотрим в этом подвале ну судя по всему она где-то туда чет не видать тут его это кто же кровать от постелил кто настолько экстравагантен по моему это одна всю бошку быть больным высыпальнице спать или в то время были годы не знаю перчаток тем не менее я тут не увидел орел дур иди сюда не уходи нет перчаток не наблюдаю как дела как поживаешь отлично еще увидимся еще увидимся вот и поговорили называется извините я вас перерыву прерву маленько приятно слышать хорошие новости в эти мрачные времена что я могу сделать для героя корала ну раз ты меня знаю что я думаю ты знаешь что я хочу помочь келину я я не могу смотреть ему в глаза я знаю что можно сделать для него но у меня нет силы духа чтобы сделать это я хотел бы быть в состоянии помочь ему правда хотел бы но я не могу собраться с духом чтобы принять проклятие на себя вместо него так вы родственники о чем ты говоришь проклятие я знаю что может снять его но я этого сделать не могу единственный способ освободить келина от его проклятие взять его на себя мне не хватило духу на это это мой провал я предаю келина каждый раз когда говорю с ним и я предаю стендара каждый раз когда молюсь ему и не прошу его дать мне силы снять проклятие ну так же тебе понять можно вообще бы это сделать того кто помолился бы на этом алтаре и просил бы стендара дать силу снять это проклятие ну чё-то даже не знаю говорю тебе единственный путь но это значит взять проклятие на себя на всю это офигеть же весь рот проклят будет береги себя а можно кого-нибудь другого и не хочу отстой почему почему мне так не везет молитву алтаря в часовне стендера принесла мне способность наложение рук позволяющие снять проклятие с келина нужно немедленно его увидеть думаю на какое-то время придется держаться по ночам подальше от этой дороги так ну что пойдем возьмем на себя эту ношу елен братишка иди сюда че ты делаешь привет эти нечего не отвлекает у меня на тебя очень хорошие новости ты хочешь взглянуть на обреченного так и акте по поводу перчаток крестоносца я не знаю почему они еще здесь они такие тяжелые а я так слаб так подожди а как мне это сделать церковь береги себя странно что-то не работает мы все у тебя в долгу а коралл интересный девки пляшет пока так немедленно и увидеть я увижу но у меня нет такой опции у меня пусто еще надеюсь ясно до свидания игра то не сломал сдать по поводу улучшить его расположение к нам можете за этого не спеши рассказывай и так максимально расположение интересно береги себя так ну давайте загрузимся может что-то что-то не так я слушаю да нет до свидания любопытно давайте поспим тогда что ли не знаем чужой кровати особо никто против не будет поспим так чуть-чуть чутка может не с этим дуром еще поговорить что-то сработало не так по ощущениям или вернее вообще не сработало привет привет для меня радость говорить с тобой я не знаю черт его знает прощай а что если да нет нет ничего так на это свитки это не то вспышка это тоже явно не то не вижу тут ничего такого что могло бы ему помочь любопытно не понимаю в чем прикол может сюда позже должна прийти но честно говоря сомневаюсь скорее всего просто что-то сбойнул и тогда это печально я знаю ты все время это слышишь но все перчатки да так все понятно стоит тебе всего на орел дур я не знаю что делать скажи мне для меня радость говорит сбагрил мне значит керина и теперь все хорошо да уже радость там он внизу в холле часовни договорить то я могу но он то перчатки были здесь гораздо дольше чем почти наверняка они будут это все очень странно так но все же где же перчатки я хочу то вообще не наблюдаю я хотел попробовать их как-то поднять потаскать но я понимаю что мне не получится но хотя бы увидеть их шут его знает так и что же мы то делаем или он для меня радость до какой-то таки лин сломаны число куда молитва алтаря в часовне стендера принесла мне способность она а блин это я туплю как обычно простите я туплю я признаю это я туплю довольно часто так хорошо это у нас получается здесь до ночного тебе дня я слушаю так ну и как она работает это наложение рук и себя так келин избавлен от проклятия теперь она упала на меня я чувствую слабость и утомление с избавлением его от проклятия я могу взять перчатки крестоносца ты как тебе удалось я чувствую себя хорошо я не чувствую смертной тоски я чувствую желание бегать живи и дай жить другим а я пойду посмотри на меня скотина как так это по моему по моему это не очень круто а вот они вон она чё я-то думаю чё здесь свечки горят перчатки крестоносца мне удалось добыть перчатки крестоносца выполнить задание сэра казимира нужно продолжить поиски реликвия которых упоминали призраки рыцарей хорошо на мне проклятие получается да очень круто я бы сказал не в тюрьме два дня в тюрьме промотал отлично вообще так активные эффекты повреждения запаса сил способность проклятья ослабленного и все что это в принципе не так уж и страшно терпимо окей вообще было любопытно конечно многие моменты здесь сделано было не так как я ожидал поэтому у нас были накладки но в целом все получилось как надо так понятно и теперь что у нас там еще отыскать святилищики наряды великом ресурсе родила и поговорить со служителями на сапогах крестоносца так но мы от фана косякула пойдем тем более что мы в этих местах вообще практически не были это будет интересно я надеюсь после всего этого нас хотя бы избавит отношения кто там на самом деле ну-ка в руки прочь чертовы каджи ты давай давай ломаю вот так молодца мы с тобой отличная команда так только отойди пожалуйста куда-нибудь решаешь стрела здесь нас сразу встретили таким только дрова рубить так темная темная ночь как думаете пойти ночью или все-таки дождаться не знаю хотя бы утра раннего раннего рассвета потому что это будет более интересно и красиво что вот ума на только не хватало так ждем еще часик потому что таких сумерках все равно ничего не видишь ну как-то поживее чуть-чуть стало ладно двинули пешком я думаю все таки будет интереснее люблю такие пешие путешествия сиродил иди домой иди в имперский город я тебя найду там потом сиродил я его назвал вот и понял ты не гриф я как обычно ты не гриф по сути это идти не так чтобы далеко как здесь спокойно вот здесь реально просто приехать на природу вот так вот улечься и отдых что там такое происходит а это птичка но птичка ты еще ладно помните у нас тут единорог гонялся за нами вот это было реально жутковато единорог убийцы который нас реально там убивал с двух ударов в нем стрел там было больше чем меня не знаю очень много оленины что ли полакомиться я животных люблю больше чем людей живет это она да это она ты так чему ему вообще говоришь ростов решим так чтобы кости развить что кто чё произошло господа ох ох хрена себе хорошо что я на камень запрыгнул ребята вы мне не поможете у меня здесь какие-то какие-то неприятности непонятные спокойно мере посидим так чуть такой у тебя для мерзкий боевый молот япона мать 75 весит не корневая пульпа аконита чтобы это не значило рог монотавра здесь всем рады я рад что здесь им рады подожди не уходи что привело тебя к алтарю кино ряд дитя мое сапоги крестоносца ты желаешь найти святую реликвию что кино ряд даровала этому миру и ищущий должен доказать что он достоин создание кино ряд охраняют ее реликвию прежде чем претендовать на сапоги тебе нужно пройти испытание испытание какое не могу сказать что это будет просто не знаю кино ряд сама решит как испытать тебя все что я могу так это направить тебя в рощу испытаний и напомнить о наставлении кино ряд бойся и уважай природу и все ее создания где это роща недалеко отсюда к западу многие не замечают это место затерянное в глубинах великого леса предупреждаю было бы ошибкой брать кого-либо с собой тебе следует идти в одиночку я только так хожу что значит бояться и уважать природу конечно сама природа владение кино ряд и все твари под опекой богини тебе лучше держать это в голове когда придет время твоего испытания спасибо отлично я пройду это испытание тогда иди прямо в рощу ибо твое испытание началось кино ряд может защитить тебя если пожелает удачи пока ну судя по всему нас ждет что-то интересное потому что испытание я люблю испытания но двинемся туда мы я так понимаю в следующей серии потому что время нас уже поджимает любопытно любопытное место в целом и любопытные квесты то что было вот с этим вот проклятием она честно говоря меня беспокоило потому что проклят теперь висит на нас и вообще на нашем роду но блин я думаю нас как-то от него избавишь все-таки верно как бы там ни было надеюсь вам понравилось увидимся следующей серии и там меня все в рощу киноред что интересно я только что кушал что ли ладно я не хочу это слушать короче увидимся следующей серии и там направимся в рощу киноред надеюсь вам понравилось это видео спасибо что смотрели увидимся с вами был артур всего хорошего пока 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 субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok